Песня военных лет и праздничное оформление. Троллейбус не узнать. Снаружи яркий баннер. Внутри все украшено георгиевскими лентами, воздушными шарами и разноцветными флажками. На окнах тематические наклейки и гвоздики. Это не просто цветок. Символ памяти и победы над фашизмом. Завтра утром троллейбус выйдет в рейс. Будет курсировать по четвертому маршруту. Одному из самых протяженных в городе. А пока он ждет своего первого пассажира. Я считаю, что войдя в такой троллейбус, у него сразу поднимается настроение, оптимизм, гордость, наверное, даже за нашу страну, что такое произошло, что мы выстояли, победили. Поэтому для горожан очень приятное и нужное дело. Будет оборудованный ходить до 13 мая. Накануне празднования Дня Победы самарские перевозчики подготовили подвижные составы общественного транспорта. Нарядили и автобус номер один. За рулем Сергей Кометкин. Перед тем, как отправиться на маршрут, водитель заботливо украшает салон. Признается, очень рад водить такую машину. Чувствует гордость и причастность к великому празднику. 9 мая для меня важный праздник. У меня отец воевал. Автобус украшает для того, чтобы люди помнили, знали и не забывали. Чтобы поддержать акцию «Бессмертный полк», в автобусе развесили портреты участников Великой Отечественной войны. Организаторы уверены, страна должна знать имена своих героев и уважать их. Транспортные организации заранее давались объявления о том, что желающие могут прислать свои фотоматериалы родственников. Этим действительно воспользовались. Сегодня здесь висят фотографии. Тут есть бабушки, дедушки или, может быть, даже там прабабушки, прадедушки, как сотрудников перевозчика, так и тех, кого прислали пассажиры. При поддержке администрации города пассажирский транспорт украшают не первый год. Акция уже успела полюбиться самарцам. На телефон горячей линии нам приходит информация в соцсетях активная о том, что классно, спасибо большое. Ехал и зашел, увидел своего деда. Это очень круто. Слезы на глазах наворачиваются у людей, у взрослых, пенсионеров. Прям тоже многие нам присылают свои положительные отзывы, благодарят нас за это. Вера Гаврина признается, глаз радуется. А в поездке время летит незаметно. Конечно, это очень даже приятно посмотреть и хотя бы, знаете, в лицо тех, кто, как говорится, воевал в те годы и погиб, возможно, во время войны. Кто-то, может быть, еще после войны жил. Вот знаете, настроение праздничное, как говорится. Праздничный автобус будет курсировать по городу до конца мая. Информация, собранная транспортным предприятием в рамках акции «Бессмертный полк на транспорте», будет размещена также в телеграм-каналах Департамент транспорта Самары и Протранспорт 63. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова